Всем привет! В своих прошлых видео я уже рассматривал такую жертву как слон h7, когда белые жертвуют своего слона, но зато выманивают короля черных поближе к белым фигурам и затем начинаются шахи вроде ферзь d3, ферзь h5, конь g5 и у черного короля начинаются большие неприятности и очень часто просто черные получают мат, либо же вынуждены не отдавать массу материала, чтобы мата избежать, но конечно же на исход партии это не повлияет. То есть черные очень часто после жертвы слона h7 проигрывают, причем проигрывают очень быстро. Но давайте посмотрим другую жертву, которая также встречается очень часто в шахматных партиях, а именно жертву слон h7. То есть белые также жертвуют своего слона, только в данном случае чернопольного, и тоже вскрывают перечное прикрытие короля, то есть король h5 выходит на открытое пространство, что конечно же очень хорошо для той стороны, которая атакует, то есть в данном случае для белых. Итак, слон g7, в данной позиции у черных есть два принципиальных хода, то есть взятие слона, либо же взятие коня Но оба этих хода приводят к очень быстрой победе белых Допустим, в случае взятия bc, белые просто играют e5 и видно, что хорошей защиты от мата у черных просто нет Допустим, в случае хода f5, белые играют gf, ну и в будущем ставят очень быстро мат черным Но также, если мы вернемся на ход назад, взятие слона приводит к очень быстрому мату То есть после король g7 белые играют f6 в начале и после король g8 снова за тот же ход выигрывает партию, а именно ход e5 Снова только одна защита у черных, это ход f5, снова мы играем gf И теперь, если черный сыграет коня f6, то тут можно ответить по-разному, можно и ладья g1 Еще проще, это ход ef, и здесь видно, что угрожает и мат ферзь g7, и мат ферзь h7 Угрожает ход ладья g1, очень неприятный, угрожает просто выигрыш фигуры ходом fe То есть здесь очень быстро черные проигрывают Также у черных была возможность сыграть не коня f6, а ладья f7 данной позиции Тут можно и просто съесть слона, но еще проще, и еще сильнее Дать шаг на поле g1, и после вынужденного хода король f6 Белые играют под дед g7, и в будущем очень быстро поставят мат черным То есть тут через 5 или 6 ходов черные получают мат То есть таким образом мы видим, что после жертвы слон g7 бить ни слона, ни коня черные не могут И они вынуждены сыграть конь c5 Также думаю стоит сказать о том, что в случае хода конь e5 Ход конь e5 препятствует ходу e5 Белые сыграют просто слоны f6 И допустим в случае взятия bc играют ферзь h6 И затем черные получают мат на более же 7 То есть поэтому ход конь e5 черных тоже устраивать не может Поэтому еще раз вернемся назад И посмотрим самый сильный ход черных, конь c5 Но этот ход тоже ничего хорошего черным не дает То есть здесь после сильного хода ферзь h6 Видно, что создается теперь уже другая угроза мата То есть черные рискуют получить мат после хода слоны f6 И затем ферзь g7 То есть им приходится играть ладья e8 Чтобы в случае хода слоны f6 был ответ слоны f8 Но естественно, что теперь слоны f6 белые играть не будут И они начинают спокойную перегруппировку Играют конь e2 То есть уходят конем из-под боя И готовы ввести коня в игру После либо коня f4, либо конь g3 Итак, черные играют e5 Но тогда конь g3 С очень неприятной идеей сыграть конь h5 И затем конь f6 шаг Где также черные либо получат мат Либо потеряют ферзя Либо, что еще более вероятно Вначале потеряют ферзя и через пару ходов получат мат Итак, черные играют слон g4 Но теперь еще один важный и сильный ход Это слон c4 Естественно, что бить ладью Черные здесь не могут Поскольку уже связана пешка f7 И уже после хода слон d1 Черные получат мат То есть слон d1 Белые играют g6 И поскольку угроза мата на h7 очень сильна Черные можно играть hg Но тогда получается мат не на h7, а на h8 Белые играют в h8 мат Таким образом, взятие слон d1 Данной позиции не может быть хорошим Нормальный ход за черных Это конь e6 Но и после него, конечно же, белые легко выигрывают Они играют слон e6 Если теперь ответить слон e6 Тогда последует тот ход, о котором я и говорил То есть тот перевод, ради которого Белые и играли конь e2 То есть белые играют конь h5 С угрозой конь f6 Допускать данный ход черные не могут Но и помешать ему нормально Черные также не могут Допустим, в случае хода f6 Можно сыграть и слон f6 Но еще сильнее, наверное, сыграть gf И теперь угрожает просто выигрыш слона Угрожает ход ладья g1 То есть черные несут материальные потери И очень быстро они получают мат Таким образом, если мы вернемся назад На ход слон e6 Здесь бить слоном очень плохо Но после взятия пешкой Также у черных начинаются проблемы Поскольку у белых есть важный ход g6 После которого черные обязаны бить на g6 Иначе они получат мат f7 Ну а после hg Сыграть не f8, а fg6 Вот такой вот тихий ход, где белые не ставят сразу шах Ничего не съедают Я имею ввиду ничего серьезного То есть не съедают ни ладью, ни слона Всего лишь пешку Но тем не менее, угроза вскрытого шаха Допустим, слона f6 или слона f6 Для черных смертельная То есть в случае хода, к примеру, слона f8 Белые играют слона f6 шах И затем ставят мат королю После слона g7 И играют ферж g7 То есть еще раз давайте вернемся в самое начало Посмотрим ход слона g7 Цель этого хода была в том Чтобы уничтожить пешку на линии g То есть чтобы у черных не было хода g6 Поскольку мы хотим поставить мат после e5 И ферзь h7 затем Пешка к g нам будет очень мешать То есть если сразу сыграть e5 В данной позиции без хода слона g7 То у черных появляется уже ход g6 И очень быстро здесь белые не выиграют Хотя все равно после хода f6 у белых остается очень сильная атака И затем они все равно, наверное, победят черных Но тем не менее ход лун g7 и более красивый И, что самое главное, еще и более эффективный Давайте разберем второй пример Где белые также жертвовали на g7 Суть данной жертвы состояла в том Чтобы снова выманить короля черных поближе к белым фигурам И мотив этой жертвы состоит в том Что фигура черных стоит очень далеко от короля То есть ладья и ферзь пока никак не участвуют в обороне Именно поэтому белые уже готовы к решительным действиям И они играют в данной позиции ладья g7 Понятное дело, что если ладью не бить То у белых будет бесплатный перевес То есть у них будет лишняя пешка Они ничего не жертвуют И здесь атака белых тоже развивается прямым ходом И белые очень быстро выигрывают Поэтому все-таки бить ладью нужно Чтобы по крайней мере получить материальное вознаграждение За позиционные уступки Итак, король g7, конь h5 Это все форсировано и довольно очевидно Но тем не менее дальше начинаются определенные проблемы Если мы будем рассуждать за белых То есть у черных есть два принципиальных хода Это король g6 или король g8 И на оба этих хода у белых должны быть заготовлены ответы В случае хода король g8 все довольно очевидно То есть здесь белые играют просто кони в 6 И после кони в 6 играют ферзи в 6 Теперь угрожает и ход слон b2, и ход слон h6 И нормальной защиты у черных уже нет Допустим на ферзи в 8 мы играем слон b2 И в будущем ставим мат черным Если же черные играют допустим ладья d7 То есть уходит ладью из-под боя То просто слон b2 все равно такой ход будет очень сильный И после короля f8 мы играем ферзь h8 Король e7, слон f6, король d6 и слон e5 То есть черные как минимум теряют ферзя И затем белые еще и ставят мат черному королю То есть все это также для черных очень плохо В случае же другого ухода ладьи из-под боя То есть в случае допустим хода ладь h7 По-прежнему уход слон b2 будет очень эффективным То есть слон b2, король f8 И здесь после тихого хода ладья d1 У черных огромные проблемы И они теряют ферзя Они рискуют получить мат То есть здесь белые снова очень быстро побеждают Также стоит сказать о том Что после хода ладья c7 Выигрывал и другой ход слоном Не слон на поле b2, но слон h6 То есть теперь черные теряют ферзя сразу Поскольку после ферзя f8 Белый играет слон f8 И получается что у белых лишний материал У белых идет атака То есть здесь снова очень быстро черный получит мат Но это был ход король g8 Вернее где у белых шла атака прямым ходом И где ходы были очень простые и очень логичные После же хода король g6 Возникает такая позиция Где у белых выигрывает только одна возможность То есть здесь в данной позиции Выигрывает только два хода Но два хода с одинаковой целью Это либо ферзь d3 Либо же ферзь d2 То есть этот ход увидеть изначально Может быть очень непросто Поскольку ферзь идет не вперед А назад А очень часто когда фигуры ходят назад Это слабый ход То есть в данной позиции Можно сказать что исключение из правил Поскольку после хода ферзь d2 Возникает неизбежная угроза мата Либо на поле g5 Либо на поле h6 И черным уже в пору сдаться То есть здесь черные проигрывают еще быстрее Чем в варианте с ходом король g8 Но и думаю стоит сказать о том Что найти ход ферзь d2 Конечно гораздо сложнее чем Взятие кони f6 Да еще и с шахом Либо же ход слон b2 Либо ход слон h6 Который является типичным и стандартным При атаке на короля В такой открытой позиции Ход же ферзь d2 Является наоборот Очень-очень редким И встретить его можно Наверное в одной партии Из тысячи В таких вот похожих позициях Ну и также я думаю Стоит сказать отдельно Про то что Огромную роль в данной атаке Играет конь на поле h5 Который не пускает короля На поле g7 С которого король Может убежать на f8 На e8 и так далее То есть конь h5 Это тоже ключевая фигура Наряду с слоном И ферзем белых Таким образом Жертва слон g7 Как вы видите Она бывает очень эффективной Причем жертвуется Часто не только слон Но и ладья Либо конь Иногда очень редко Может жертвоваться даже ферзь И после такой подобной жертвы Король выходит на свободу Что конечно же Очень хорошо для нас Как для атакующей стороны Ну а на этом на сегодня все Спасибо за внимание И до скорых встреч Субтитры создавал DimaTorzok